До полуночи у нас в студии гость, лауреат самых престижных всесоюзных всероссийских и международных конкурсов, преподаватель Российской Академии Театрального Искусства, убывавший в ранге министра культуры, народный артист России. Надеюсь, что вы хоть немножко заинтригованы. 22 часа и 11 минут. У меня в студии гость, народный артист России, Заур Тутов. Добрый вечер, Заур. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно с вами встретиться в вашей радиостанции. Заур, спасибо, что вы пришли. Обычно я устраиваю такую угадайку, но вы человек серьезный. А капельно петь отказались, тогда мы послушаем, что вы принесли нам. Я не потому, что не хочу там или не могу, просто сейчас немножечко чуть-чуть простыл, поэтому думаю, не буду пугать. Но все равно бы узнали. Все равно бы узнали. Я напомню, телефон в студии у нас живой эфир. Телефон в студии 788-101-0. Говорят, тут можно код набирать. Наверное, 8495 попробуйте, если не дозваниваетесь. А дальше по-прежнему 788-107-0. Адрес смс-портала плюс 7925-101-107-0. И также есть сайт русновости.ру, где надо активировать надпись, задать вопрос в прямой эфир. Олег, у нас есть звонок. Давай разомнемся. Как ты считаешь? У нас звонят? Да, одеваем уши. Алло, алло, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Добрый вечер. Приятно открыть. Мужской голос, я понял. Футбола сегодня нет, так что будут звонить мужчинам. Легкая атлетика сейчас. Легкая атлетика. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, уважаемые гости. Приветствую Олега. Это Лось беспокоит. Да, Андрей. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. В прямом эфире. Это лучше, чем в записи. Можно я задам гостю запрос? Конечно. Ради Бога, конечно, для этого мы встречаемся. Уважаемый зал, пожалуйста, а вы не выпели песню «Березы»? «Березы», вы имеете в виду «Березы русские», «Береза». Не-не-не, это замечательная песня, пел ее великолепно, просто прекрасно. А, Мансур Ташматов, да. Просто очень здорово пел. К сожалению, его не слышно много лет, тем более он как бы сейчас уже в другой стране оказался. Когда-то мы в одной были все стране. А вы знаете, что слова Талгат Нигматуллин написал? Без понятия. Я эту песню никогда не пел. По-моему, он. Не потому, что не хотел, просто он ее здорово спел. Думаю, после Мансура не буду повторять ее. Я верю в вашу тишину. Да, да, да. Замечательная песня, очень хорошая. Извините, пожалуйста. Да нет, нет, что вы. Всего доброго. Спасибо. Ну, размялись. Размялись. Заура, а вообще как вы к футболу относитесь? Я вообще спорт очень люблю и футбол тоже, да. Нам повезло, что... Сегодня, хорошо, что не финал, иначе вообще никто не слушал бы, наверное. Повезло. Ну что, начнем с песни. Давайте, замечательная песня, называется «Вечная весна», хотя на улице лето, но все равно здесь имеется в виду, чтобы вечная весна в душе каждого человека была. Для тех, кто утром будет голосами, Кто видит мир влюбленными глазами, для тех, кто обойти готов полсвета, Любимых, повторяя имена. Три месяца лето, три месяца восень, три месяца зима и вечная весна. Пускай дожди идут сплошным потоком, Пускай в узорах белых стекла окон, Пускай сбивают с ног порывы ветра, Но если сердцу молодость дана. Три месяца лето, три месяца восень, три месяца зима и вечная весна. Три месяца лето, три месяца восень, три месяца зима и вечная весна. Пускай в узорах белых стекла окон, Двадцать два часа двадцать одна минута в Москве. Я напомню, что у нас в гостях народный артист России, Заур Тутов. Заур, вы заканчивали вокальное отделение музыкального училища города Нальчика. Да. Да? Было такое? Было такое, да. У вас была альтернатива? Или вы с детства знали, что вы будете актером, певцом? Нет, я в школе, когда в старших классах уже подумывал в медицинский поступить. То есть, хотел стать врачом. Но так сложилось, что учитель пения мне посоветовал, попробуй все-таки, да? А сам я родом из города Баксан, это районный центр в Кабрино-Балкарии. Вот. Ну, думаю, ладно, попробую. Приехал, послушал меня директора училища. И он говорит, сдавай документы. Я говорю, как же так? Я вообще, ну, вот не знаю, как же так. Ничего, родного учим, сдавай, сдавай. И вот таким образом я оказался в училище, закончил училище. Затем был призван в армию, служил на Сахалине. Не было, конечно, никаких... Это следующий вопрос. Ни каких ансамбры, да, да, да. Это будет следующее. Скажите, Заур, а вы были пионером или вот... Ну, как тогда все автоматически были пионерами. Нет, нет, нет. На большую эстраду вышли. Вот за вами пошли последователи. Дима Билан появился. Да, да. Оттуда же. Ну, дело в том, что каждый, так или иначе, артист бывает пионером, да. Но в данном случае Дима Билан, на самом деле, вот как раз начинал свою деятельность в Нальчике. Да, 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 я поэтому и спросил. Более того, я, когда его впервые услышал, еще он совсем мальчиком был, это, наверное, 15, ему 16. Конкурс был республиканский, Кабрина Балкарии. И я был членом жюри, и тогда я уже заметил, что талантливый парень музыкальный чувствовал, что есть потенциал у парня. Понятно. Но родители как-то повлияли на вас или нет? Ну, родители мои никакого отношения к музыке не имели. Более того, даже мои близкие немножечко, я помню, когда объявил, что поступил в училище музыкальное, меня немножко поругали. Пошел этот, куда поступай. Ну, обычно родители хотят, чтобы все-таки серьезная профессия была у человека. Ну, да, особенно на Кавказе, в те годы, особенно в советское время, не очень это как бы приветствовалось, да? Это сейчас, когда с развитием шоу-индустрии нашей российской, почему-то всем кажется, что завтра же станут все звездами и будут жить в телеэфире. Это очень сложная ситуация, поэтому, прежде чем пытаться себя посвятить этому делу, надо сто раз подумать, взвесить, стоит ли и так далее. Но ни в коем случае я не хочу отпугивать молодежь, у кого есть талант, желание, ради бога, заниматься, пусть пробуют, конечно же. У нас есть телефонный звонок, мне подсказывает звукрежиссер. Алло. Алло, здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте, Таур. Меня зовут Светлана. Очень приятно. Очень приятно мне тоже в эту теплую летнюю ночь слышать ваш голос, потому что каждая встреча с вами – это истинный праздник для всех, кто любит и ценит настоящее искусство, настоящее музыку, настоящее талантливых людей. А ваш талант, он бесспорен, и дай бог, чтобы вы радовали им, своих поклонников еще многие-многие-многие годы. Спасибо вам. Заур, хочется задать вам, конечно, много вопросов, но, к сожалению, раз... Задавайте, Светлана, задавайте. Да, не позволяет это сделать? Ответьте хотя бы на парочку. Вот у меня такой первый вопрос. В интернете, на Майле, в моем мире, существует и активно работает сообщество Заура Тутова, в котором постоянно появляется что-то новое, интересное, песни, клипы, фотографии, интервью. Знаете ли вы о существовании этого сообщества? Если да, то отслеживаете ли вы его работу? И что думаете вообще о роли интернета в популяризации артистов, пропаганде их творчества в наше время? И еще второй маленький вопросик. Заур, мы знаем вас как великолепного певца, но ведь вы еще и прекрасный композитор, автор многих замечательных песен. Если можно, расскажите, пожалуйста, о своих последних работах, есть ли в ваших планах о написании новых песен. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам за ваш голос, за ваш талант. Удачи и счастья вам. Спасибо, Светлана, за вопрос. Конечно же, я знаю, что есть сообщество Заура Тутова, и хочу просто сказать спасибо большое создателям этого сообщества. Конечно, я каждый день не имею возможности просто времени постоянно следить за этим, но периодически я смотрю, что там происходит. На самом деле, периодически обновляют, если следят, если у меня появляются новые записи, они у меня появляются, и сегодня я записываюсь, разные песни, разного характера записываю, и они появляются. Я благодарен всем создателям этого сообщества, и, в общем-то, это хорошо, наверное, в наше время, что есть интернет, появилась альтернатива, скажем, телеканалам. У кого нет возможности появляться на телеканалах, в интернете могут увидеть, услышать разную информацию о любом человеке. Вот, и в этом смысле, по-моему, это очень неплохо. А что касается второго вопроса, по-моему, насчет композиции, да? А, да, да. Песня на руках. Да. Ну, вы меня, так сказать, назвали композитором, наверное, немножко громковато сказано, но, тем не менее, я люблю писать песни, хотя особо не увлекался этим. Ну, где-то, наверное... Бывает, бывает. Да, да. Есть какое-то количество песен, но их донести до радиослушателей, тем более до телезрителей, не очень просто. Но в интернете, я же говорю, как раз некоторые из них есть, они могут быть услышаны, да. Заур, вы обещали ответить на любые вопросы, я этим воспользуюсь, спрашиваю по поводу телевидения. Ну, а сейчас, перед новостями, послушаем песню в вашем исполнении. Да, замечательная песня, называется она «Музыка», написал ее Алексей Мужуков, наш прекрасный композитор, и стихи Кайсина Кулиева, народного поэта Кабарина Балкарии. Печально и чиста, как жизнь людьми любима музыка. Как жизнь непостижима музыка. Везде в любом краю летишь ты с губы клавиш свистящую змею, и ту застыть заставишь музыка. Пусть в мире прижилась лишь часть твоих мелодий, Твоя безмерна власть над теми, кто свободен музыка. На свете каждый миг мелодий родится музыка. Ты сладостный язык, дождя, ручья и птицы музыка. Ты не мота светил, молчание тумана, Боль тех, кто долго жил, и тех, кто умер рано. Музыка. 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 Ты не мота светил, молчание тумана, Боль тех, кто долго жил, и тех, кто умер рано. Музыка. 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 Пусть в мире прижилась лишь часть твоих мелодий, Твоя безмерна власть над теми, кто свободен музыка. Твоя безмерна власть над теми, кто свободен музыка. 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 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР Двадцать два часа тридцать пять минут у нас в студии гость, народный артист России Заур Тудов. Я вижу телефонные звонки, спасибо, но все-таки, прежде чем мы возьмем телефонную трубку, Заур, вы с такой горечью, как мне показалось, произнесли слово «телевидение». Я прав? Нет? Ну, не то, что горечью, но, во всяком случае, то, что есть, я бы сказал. Почему мы не видим в такой огромной стране разнообразие артистов? Ну, это вопрос, конечно, не ко мне. Ну, и вы все-таки были в ранге министров музыкальных передач Кабардино-Балкарии. Все-таки вы, наверное, какие-то у вас соображения есть по этому поводу? Ну, поэтому, если говорить о себе, я иногда в шутку говорю, просто мои габариты не вмещаются в объектив телевизионный, поэтому я не попадаюсь. Это шутка, потому что габариты у вас абсолютно нормальные. Ну, а если всерьез, конечно же, там очень сложная кухня, очень сложная кухня, и надо уметь, я думаю, не только музыкальный талант надо иметь человеку, не только я о себе говорю вообще, да? Но и уметь еще что-то, иметь талант лавировать в этой сложной, так сказать, закулисной телевизионной жизни. Поэтому... Лавируют в основном все директора. Ну, не только директора. Все, кто вот имеют отношение, да, к этому делу. И, с другой стороны, желающих, особенно, вот как я уже вначале говорил, с развитием нашей отечественной шоу-индустрии, желающих попасть именно в музыкальные телеэфиры, огромное количество, просто миллионы. Естественно, всего телевизионного эфира на всех желающих не хватает. И, тем более, тенденция, это нормально, это, естественно, побольше молодых открывать. Вот. А что касается моего поколения артистов, которые могли бы, скажем, показаться на телевидении и так далее, ну, видимо, вот так называемому формату не подходит и так далее, потому что основная... Рейкинг упадет. Да, да, да. Основная задача развлекать, понимаете? Ну, для того, и она предусмотрена, сама шоу-индустрия, поэтому объяснение здесь очень простое. Более того, не только профессионалы, даже люди, не имеющие отношения вообще к музыке, к искусству, и то догадываются. Заур, я не поверю, что ваше поколение не сможет развлечь. Ну, не поверю. Ну, во всяком случае, я в своем репертуаре, со своим, так сказать, мироощущением, я не очень, так сказать, человек развлекательного характера, но, тем не менее, я думаю, есть у нас и достаточное количество людей, которые хотят, понимают, услышать и настоящие песни, носящие музыку, где есть поэзия настоящая, есть прекрасная аранжировка и так далее, и так далее. Заур, у нас есть телефонный звонок. Да, пожалуйста. Звонки, давайте послушаем. Алло. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Это Владимир. Да, Владимир, очень приятно. Да, Владимир, слушаем вас. Вот скажите, вы с Магомаевым дружили? Я имел честь, счастье и дружить, и общаться, и творчески. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста. Ну, в общем, он как друг был очень хороший, да? Ну, понимаете, дело в том, что, я не могу сказать, что... Я помогу Владимиру, Заур, расскажи что-нибудь о муслиме. Ну, дело в том, что о муслиме можно говорить бесконечно. Понимаете, есть очень много, во всяком случае, немало певцов, имеющих большие красивые голоса, и очень правильно, грамотно, технически поющих, да? И у нас в стране, и за рубежом мы их видим часто и по телевидению, и так далее. Но таких певцов, в ком вот органично сочетается фантастическая музыкальная душа, красивейший тембр, культура сценическая, культура общая, культура внутренняя. И просто как человек прекрасный, замечательный, без тени чуванства, крайне редко сочетается в одном человеке все эти качества. Вот как раз, думаю, таким был великий муслим Магомаев. Заур, мы сейчас должны прерваться на небольшую рекламу, а после нее ваша песня будет? Что это за песня? Не моя, конечно, но в моем исполнении замечательная. В вашем, конечно, да. Да, да. Замечательная, прекрасная песня, по которой узнают нашу страну в любой точке планеты, несмотря на то, что она известна и так далее. Я все равно осмелился ее записать буквально вот год назад. Записал ее, я вашему вниманию предлагаю ее. Называется она «Подмосковные вечера». Можно даже испеть. Да вы что. Тем более сейчас. Будем пускать, да. На самом деле вечер, да. Серебряный бор. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерла до утра. Если б знали вы, Как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, Как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется, Речка движется, И не движется, Вся из лунного серебра, Песня слышится, Песня слышится, И не слышится, В эти тихие вечера. Песня слышится, И не слышится, В эти тихие вечера. Что ж ты, милая, Смотришь из коса, Низко голову наклоняя. Трудно высказать, И не высказать, И не высказать, Все, что на сердце у меня. А рассвет уже Все заметнее, Как, пожалуйста, Будь добра, Не забудь и ты Эти летние Подмосковные вечера. Вечера. Не забудь и ты Эти летние Подмосковные вечера. 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 Это Александр Аронович. Да, Александр Аронович. Добрый вечер. Я приветствую Заура, Алексея, Олега. Спасибо. Заур, ежели позволите, у меня есть вот такой вопрос. Я знаю, что у вас в репертуаре есть песни не только советских авторов, но и зарубежных. Вы меня поправьте, если я в чем-то ошибусь. Но я, например, на своей памяти помню, из Карла Готта «Я открываю двери». Да, да, есть. И даже архи, известные в свое время Дилайла из Тома Джонса. Да, да, есть такие. А вопрос у меня вот такой. Но вы лично в своем подходе, из чего вы исходите, включать или не включать ту или иную песню зарубежную? У нас свой репертуар. Что это? Ее известность, мелодика или какие-то личные пристрастия? Может быть, что-то еще? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Дело в том, что зарубежных песен замечательных, великих очень много, да? Но я подхожу, прежде всего, к одной только причине. Если меня песня затрагивает, скажем, вот сердце трогает, я стараюсь ее спеть, сделать ее по-своему. То есть, внося какую-то свою интерпретацию. Поэтому не так много, но у меня есть как раз и зарубежные песенные классики песни. Если, кстати, мы успеем, хочу вот сегодня одну или две вот таких песен включить в программу. Я вам открою небольшой секрет, потому что Заур несколько расстроен. Он планировал побольше песен показать, но время бежит с сумасшедшей скоростью. Да, да. Вот, так что, что успеем, то успеем. Конечно. А сейчас я предлагаю вашему вниманию песню новую, которую я сам написал на стихе Владимира Дагурова. Она так и называется «Песня русская». Субтитры создавал DimaTorzok Песня русская «Песня русская», «Чистое поле», «Белогривая в юга метель». Песня русская «Песня русская», «Что ж ты за чудо», «Соловьиная, соло в тиши». Если душу не трогаешь чью-то, значит, нет в человеке души. В ней судьба человека клокочет, в ней слеза и улыбка и крик. Светит месяц, гремит колокольчик, тройка мчится и гибнет, и мщик. Песня протяжная, словно дорога, словно матушка Волга-река. К нам приходит она издалека и поется народом века. Субтитры создавал DimaTorzok Песня протяжная, словно дорога, словно матушка Волга-река. К нам приходит она издалека и поется народом века. К нам приходит она издалека и поется народом века. И поется народом века. Есть телефонные звонки, есть у меня вопросы, но время так летит просто по-сумасшедшему. Заур, ну, хотел спросить про службу на Сахалине. Все-таки Сахалин такое место, вы не хотите уже говорить. Давайте мы, может быть, лучше послушаем, а то времени просто нет. Хорошо, а сейчас слушаем песню, должны успеть, да? Ну, давайте тогда послушаем песню замечательную. Пахмутова, Александра Николаевна Николаевича Добронравова, как молодые мы были. Вот ее тоже совсем недавно я записал, да. Околенись незнакомой прохожей, Ни твой взгляд не подкупный знакомый. Может, я это только моложе, Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность, ушедшая, все же бессмертна. Как молоды мы были, Как молоды мы были, Как искренно любили, Как верили в себя. Нас тогда Без усмешек встречали Все цветы На дорогах земли. Мы друзей За ошибки прощали, Лишь измены Простить не могли. Ничто на земле Не проходит бесследно, И юность, ушедшая, Все же бессмертна. Как молоды мы были, Как молоды мы были, Как молоды мы были, Как искренно любили, Как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, И одно лишь сумели понять, Чтоб себя на земле не теряли, Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность, ушедшая, Все же бессмертна. Субтитры создавал DimaTorzok Не забыть нам, любимые лица, Не забыть нам, родные глаза. Русская служба новостей. Двадцать три часа и четыре минуты в Москве. Мы продолжаем наш прямой эфир. В студии гость народной артисты России Заул Тузов. Заул, ну мы пропустили уже службу на Сахалине. Далее была филармония в Кабардино-Балкаре. Это 73-й год, по-моему. Да-да-да. И потом уже по возвращению из армии Годика-два поработал я в Нальчике Филармонии Государственной. И затем меня пригласили в Росконцерт. Сюда, в Москву. Ну да. А потом вы уже в Гнесинке учились. Да, и потом я уже и в Гнесинке учился, Закончил Гнесинку. И с тех пор я работаю и живу в Москве, да. Да, понятно. Ну как вот артисту, работающему в Росконцерте, быть студентом Гнесинской академии? Ну вот я умудрился, чтобы я мог и работать, и учиться, потому что... Сокурсники так на вас смотрели. Да. Потому что, ну, тяжело было, просто некому было помочь материально, поэтому я совмещал. Не, ну сокурсники-то как смотрели на вас? Ну, по-разному, по-разному. Они-то без работы еще были? По-разному, более того, даже немножечко скептически смотрели даже и педагоги, и преподаватели. К тому времени у меня было уже какое-то имя. Но, тем не менее, все преодолели, нормально закончилось, все хорошо. Ну, а не разрешали работать на эстраде? Потому что я знаю, в театральных институтах не всем разрешают сниматься. Мне приходилось отпрашиваться, объяснять что-то, просто необходимость такая нужна. Ну, нет другого выхода, другого, другой ситуации. И они меня шли на встречу, я им очень благодарен. Заур, что мы сейчас послушаем? Давайте послушаем замечательную песню Юрия Бирякова, московского композитора на стихе... Это друг нашей программы Юрия Бирякова. Да, 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 да. Замечательный человек, да, прекрасный, прекрасный композитор на стихе Алексея Ивановича Фатьянова. Называется она «Над Москвой рекой». Над Москвой рекой звезды светятся. Хорошо б с тобой нынче встретиться. Я б тебе сказал слово нежное, шли бы площадью мы манежною. Я б тебе сказал слово нежное, шли бы площадью мы манежною. Мимо Пушкина вышли к горькому, там бы встретились ясной зорикою. Показалось бы дивной сказкою нам с тобой шоссе Ленинградское. Показалось бы дивной сказкою нам с тобой шоссе Ленинградское. Если любишь ты черноокое, мы очнулись бы только в Соколе. А казалось бы трасса длинная, не длинней ничуть, чем не глинная. Над Москвой рекой звезды светятся, хорошо б с тобой нынче встретиться. Я б тебе сказал слово нежное, шли бы площадью мы манежною. Я б тебе сказал слово нежное, шли бы площадью мы манежною. Над Москвой рекой звезды светятся, хорошо б с тобой нынче встретиться. Над Москвой рекой звезды светятся, хорошо б с тобой нынче встретиться. Все внимательнее. Заур, все-таки какие конкурсы были на вашем пути творческом? Много было конкурсов, в основном это всесоюзные, затем были международные. И завоевывал без ложной скромности, скажу, первые, вторые места. Все это, конечно, стимулировало. Кстати, вот после этих конкурсов меня услышали в центре. И в 76-м году пригласили в Росконцерт, о чем я говорил с вами, сговаривая. Так что все это было. Еще один звонок у нас, Олег. Алло, алло, вечер добрый. Алло, добрый вечер. Ой, большое вам спасибо, Олег Владимирович, что вы пригласили такого певца. Потому что это и моя молодость тоже. И певец прекрасный, слушаешь с удовольствием. Это вот, знаете, не включаю телевизор и считаю, что правильно делаю. Там совсем нет голосов. Там просто шипят, кричат и еще что-то. А вот таких певцов вы приглашаете, просто душа радуется. Большое вам спасибо. Спасибо, спасибо. Заур, значит, должны послушать что-то. Давайте с большим удовольствием я включаю песню. Тем более, вы уже просили вот из зарубежных песен. Помните, товарищи звонил один, да. Это народ, репертуар зарубежных исполнен. Да, не народа, слова любви. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А в данном случае в оригинале на итальянском языке Вот как её написали на итальянском Как раз в этом варианте она звучит Ну, я знаю, что Коппола долго искал эту мелодию с Нина Ротой Не знали, а не леет мотива И всё-таки, по легенде, Нина Рот услышала это на Сицилии Какой-то музыкант на улице играл Ну да, видимо, он тему вот эту уловил И он сам написал её, дописал её И она была как раз создана раньше появления фильма Есть у нас телефонные звонки много Но всё-таки мне прежде хотелось спросить у вас Вы же появились на эстраде в то время, когда программы летовали Репертуар был согласован Очень здорово всё было, да Есть у нас звонок, да, Олег? Давай мы послушаем, а потом всё-таки продолжим эту тему Алло, алло Здравствуйте Здравствуйте Ведущие РЦН и Заур Николай Васильевич Да, Николай Васильевич Я помню песни, как прекрасно, просто здорово спел Заур Тут-то в советские времена И даже помню, какие песни он пел Расцвела сирень черёмуха в саду Да заставь пусть далёк Пой, моя хорошая Можно попросить, чтоб он Сел одну из этих песен Да, Голуб Вы знаете, во-первых, спасибо за звонок вам К сожалению, вот эти песни я просто не смог предусмотреть Потому что весь репертуар, сами понимаете, невозможно в один вечер Но Бог даст, в следующий раз обязательно я исполню Не обижайтесь, пожалуйста Так всё-таки мы перейдём к летованию Как вот проходил этот процесс? Ну, на самом деле, это, да, непросто было Допустим, вот мы приходили на радио, да И у редактора инструмент в кабинете, естественно, автор, композитор садился, он играл Я пел То есть вы с автором приходили? Да, да, да Он играл, я пел, потом уже худсовет совещался Если одобрял худсовет эту песню, да Тогда уже у неё была перспектива у песни Уже можно было сделать аранжировку там и так далее И записать на радио с тем, чтобы она оставалась в фонде радио Вот такая была сложная процедура С одной стороны, это, конечно, хорошо, учитывая, когда слышишь то, что сегодня происходит, да Вот А с другой стороны, это тоже плохо Почему? Почему? Потому что не все талантливые песни, композиторы, исполнители могли вот пройти через это сито А сейчас хорошо тем, что пусть много мусора, но всё-таки появляются хорошие вещи и само время отсеивает Плохое, а хорошее остаётся Всё-таки и в нашей сегодняшней шоу-индустрии тоже есть хорошие вещи И талантливые артисты, и исполнители Не все такие плохие, как вот сейчас недавно женщина звонила, говорила там на телевидении такие, все такие-сякие Нет, там есть тоже талантливые люди Но другое дело у нас, как говорил в своё время Салтыков-Щиты, у нас в России нет середины То ли в рыло, то ли ручку пожалуете, понимаете? Поэтому надо вот какую-то середину, если бы нашли, было бы здорово, конечно Заур, ну вот сейчас капитализм расставил все точки над «и» Да? Да Если ты заплатил композитору и автору песни, она твоя А раньше же кто-то исполнил, потом другой исполнил это на радио Третий записал на пластинке Вот как делились части между собой? Были интриги или нет? Ну, в то время, конечно, интриг было значительно меньше Меньше? Да, а если они даже и были, они были какие-то, которые ждали сами собой Это сейчас интриги из пальца высасывают, специально думают Есть люди, команды, говорят, да? Которые платят деньги, чтобы привлечь внимание, вот эта эпатажность там и так далее Какие-то скандалы Придумали скандал, да? Какие-то непонятные, глупые, просто никчемные Ну, я за этим не слежу, но просто я знаю, что говорят, такие происходят картины И в этом смысле те времена были, конечно, хороши тем, что действительно все работало на то, чтобы человек оставался человеком Понимаете? Я имею в виду не только эстраду, сцену Вообще, вот на духовность человека, на его интеллект, на его развитие как личности Много делалось государством У нас темп, конечно, сумасшедший, я извиняюсь, но объявите следующую песню Мы ее послушаем через минуту-другую Давайте, давайте Такая следующая будет? Следующая песня тоже вот из мировой классики, песенной зарубежной Называется она «Испанская гранада» Автор Аугусин Лора «Испанская гранада» ГРАНОДА 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 Алло? Да, да. Добрый день, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вечер у нас уже. Вечер, да. Спасибо. Я в восторге от вашей передачи. Я узнаю голос. А, Людмила Алексеевна, да, я с тобой узнал вас по голосу. Спасибо вам огромное, что вы нашли возможность. Замечательно, когда с Юрием Васильевичем в Силанде, помните, вы выступали. Да, да, конечно. Это было прекрасно. Это незабываемо. Вы замечательно поете. Я очень рада, что такая прекрасная передача. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Целую крепко вас. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья и творческого вдохновения. И вам тоже. Спасибо, спасибо. Давайте перед новостями успеваем еще одну песню. Давайте. Замечательная песня. Называется она «Улыбнись». Спасибо. Улыбнись. Ну что-то кропко стоишь. О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив. Зовет у нас танцевать. Спеши, ведь песни не ждет. Она вокруг все зажгла. Если сердце поет, Тут мне нужны слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тебя,цову, услышишь с песней своей. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Но улыбнись поскорей К чему мечтать о весне? К чему не ждать, что пришла она? Ее заменит вполне Твоя улыбка одна И спеши, ведь песня не ждет Она вокруг все зажгла Если сердце поет Тут не нужны слова Тебя сам услышишь с песней своей Ну улыбнись поскорей Только танцуешь со мной Душа тобою полна Пусть мое сердце поет Я подскажу слова Пусть мое сердце поет Я подскажу слова Пусть мое сердце поет Всегда Бебряный бор 23 часа 35 минут Мы продолжаем встречу с народным артистом России Зауром Тутовым Людмила Алексеевна Лядова Напомнила, что вы работали с ансамблем С оркестром Юрия Силантьева Но не только с этим оркестром вы работали Вы работали и с оркестром Анатолия Батхина Александра Михайлова Мурада Кожлаева Александра Петухова С народными оркестрами Николая Калинина Николая Некрасова Конечно С кем было комфортнее? Или... Вы знаете, с каждым оркестром По-своему было очень хорошо Уютно Потому что это высочайшие Были профессионалы И всегда было приятно с ними работать Другое дело, что вот в наше время сегодня С такими большими коллективами Часто встречаться при всем желании не получается По разным причинам Потому что очень время такое динамичное И собирать вот такие большие коллективы И с собой, скажем, на какие-то кастроли вывозить Очень сложно По разным соображениям Да прям и всего по финансовому По финансовому, в первую очередь Но, тем не менее К счастью, и сегодня у меня есть возможность С ними встречаться Я работаю и сегодня На концертах с этими коллективами Перечисленными в частности С оркестром русских народных инструментов И с эстрадными оркестрами И сейчас... Заур, ну жалко, столько звонков Давайте хоть возьмем один или два Давайте, конечно, конечно Алло, алло Алло Алексей Владимирович Да, время летит, говорите Да, да, да Алексей Владимирович, добрый вечер Доброй ночи, да Вы сделали огромный подарок Любящим хорошую песню исполнителя Заур блестящий исполнитель И я его помню с молодых лет И с удовольствием слушаю сейчас Огромное вам спасибо Здоровья, счастья и вам За вашу гражданскую позицию Вы, Заур, еще очень умный человек Низко кланяюсь вам Спасибо вам большое Спасибо вам за звонок Спасибо Удачи вам, здоровья Самое главное Будем что-то слушать сейчас Ну, сейчас, да С большим удовольствием Я хочу предложить вашему вниманию Замечательную, прекрасную песню Мурада Кожлаева Называется она «Кто поймет меня» Почему не птица я Были б крылья у меня Я б к возлюбленной следал И к груди лёг прижал Почему я не лучей Чтобы без даты моей Створил песенкам твоим Песням милым, дорогим Почему я не цветок Я, пусть я охотно мог Соком пылую творить Чей тогда мы вечно жить Кто печаль мою поймёт Кто печаль мою уймёт Сколько ты меня поймёшь Грусть печаль мою уймёт Только ты меня поймёшь Грусть печаль мою уймёт Грусть печаль мою уймёт Заур, у нас есть телефонный звонок Мы его послушаем А потом мне бы хотелось не пропустить Песню, о которой мы сейчас с вами только что говорили Да, с удовольствием Телефонный звоночек Алё Алё Да, добрый вечер Здравствуйте Я очень рада, что заур сегодня передачи Я его помню ещё с детства Помню песни года часто И раньше был очень Народное радио Недавно он приходил Может быть в прошлом году Я очень рада была С удовольствием слушала Теперь уже только понимаешь всю ценность Вот Какие были Действительно Как должны люди петь Вот Поэтому я хотела спросить ещё У Аура Вот в газете читала Как у вас какой-то был Вот Какие-то неприятные Столи дорожные происшествия Вот Как у вас В семье Всё нормально Все здоровы Слава Богу Всё нормально Никаких проблем нет Это видимо сейчас Любят Специально Вот как мы с Алексеем Говорили В наше время Вдумывать Какие-то там Я не знаю Истории Чтобы привлечь Слушателей Но у меня слава Богу Всё нормально Я в семье живу Здорово Всё замечательно Спасибо 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 вам За звонок Дай Бог вам здоровья Удачи Заур В начале нашей встречи Звонил слушатель И спрашивал О муслиме О вашей О ваших общениях С ним И я знаю Что у вас есть Песня посвященная Памяти муслима Магомаева Да Вот Я бы не хотел Её пропустить И очень хочу Чтобы она Прозвучала Спасибо Алексей Я с удовольствием Хочу Прежде чем прозвучит Несколько слов сказать На самом деле У нас С Магомедовичем Были Такие Очень Дружеские Взаимоотношения И Знаете Эту песню я написал На стихи Замечательная Московская поэтесса Аллой Гольцевой И Я вам честно скажу Не из желания Скажем К этому великому Имени Себя каким-то образом Приблизить Да А потому что От сердца Эта песня Была написана Я очень Очень Сильно Переживал Уход Из жизни Муслима Магомаева Дело в том Что Как я уже Чуть раньше Говорил Он был уникальный Он был действительно Великий человек Личность Певец Музыкант Я полагаю Что он своим Прекрасным Творчеством В свое время Сделал В деле Взаимопонимания Сближение От народа В нашей огромной Бывшей страны Советского Союза Он сделал больше Своим творчеством Чем многие Скажем Политики Вместе Взятые И очень рад Что Руководство Москвы Решило В наше Очень сложное Непростое Время Вопрос Открытия Памятника Муслиму Магомаеву В центре Москвы Это очень Мудрое решение И он действительно Достоин Где будет Да Он уже Открыт Да Замечательный Памятник В самом центре Москвы И вот К чему Я все говорю Хочу Чтобы вы послушали Эту песню Она посвящена Великой памяти Муслиму Магомедовича И называется она Памяти Орфея Вот недавно Я ее Сомнительно Записал Впервые Не за автографом Поклонников Очередь Длинная Губы Навеки Сонкнуты И опустела Гостиная Но голос Орфея Неистовый Как прежде Волнует И радует Слезы Вселенной Чистые На землю Дождями Падают А он Уходя Закрыть Не успел Заметной Гостиной Дверь Он пел Словно Жил А жил Словно Пел Ты Песни Его Поверь Лишь Ей До конца Он Верность Хранил Любовью Ее Храним Он Жил Словно Пел Опел Словно Жил Велики Арфей Муслим Велики Арфей Муслим Велики Арфей Муслим Велики Арфей Муслим 23.50 Через 10 минут Полночь Заур В последнее время Вы Провели Несколько Этапных Концертов Но В них Вы 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 Выступали Не только Как Певец Но и Постановник Этих Концертов Это верно? Да Да Дело в том Что Я наверное Коль Это мой Сольный Концерт И мою Программу Как Что Логически Какие Произведения Должны Друг за Другом Идти И в Какой Это Форме Подать Наверное Мне кажется Это Я лучше Это понимал Ну конечно Потому что У вас Такой Разнообразный Репертуар Да И Оперы Русских И зарубежных Композиторов Народные Наши Народные Неаполитанские Песни То есть Репертуар Обширный Да И поэтому Я Как Как бы Составитель И постановщик Программы Выступал Сложно Этим Заниматься И Ну Понимаете Когда Есть желание Когда От сердца Идет Мне кажется Это несложно Потому что Как бы Одно из другого Вытекает Хорошо получается Вот И Алексей Если вы Не возражаете Учитывая Что времени Очень мало Хочу Предложить Вашему вниманию Дорогие Радиослушатели Лирическую Хорошую Песенку Такую Я сам Ее написал На стихе Бориса Дубровина А называется Она Возле Клена В вечной Любви Довольствием Послушаем Редактор субтитров Возле Шипер Любовь Да-да-да-верчива Сердечная Любовь Снова Поклёнка лыжится, Чуть звенит листва. В ночь влюблённым слышатся Вечные слова. Это листья шепчутся, Счастью вторят вновь. Да-да-доверчиво, Да-да-доверчиво Сердечная любовь. Да-да-доверчиво, Да-да-доверчиво Сердечная любовь. Да-да-доверчиво, Да-да-доверчиво Сердечная любовь. Верю здесь, под клёнами, Через тысячи лет. Будет над влюбленными тот же самый свет И листва зашепчется и промолвит вновь Да-да-доверчива, да-да-доверчива Сердечная любовь Да-да-доверчива, да-да-доверчива Сердечная любовь Да-да-доверчива, да-да-доверчива Сердечная любовь Да-да-доверчива, да-да-доверчива Сердечная любовь Секунду, Заур, секунду считаем К сожалению, приходится, подошло время нам расставаться Спасибо огромное, что вы были у нас сегодня в студии Спасибо и вам за приглашение, Алексей Да, с удовольствием я послушал песни в вашем исполнении Я надеюсь, что... Давайте вот еще один звоночек возьмем Есть у нас несколько секунд Алло, алло, алло Доброго дня, доброго вечера Добрый вечер, доброй ночи вернее Я тоже очень счастлива, что слышу Заура Говорите, говорите, у нас несколько секунд Я говорю Спасибо большое Спасибо, Иван За эту передачу, за все, за все А Заур, это звучит, как музыка Спасибо вам большое А соседи мои, Алиевы, заслуженный строитель И у них дети, ну прелесть, и песни ваши любят Спасибо Спасибо вам большое за внимание, за звонок Здоровья, удачи вам Много сообщений на СМС-портал В следующий раз захватите записи советских песен Очень они востребованы Обязательно Ну, в общем, много сообщений почитаем Обязательно, да Заур, спасибо еще раз, что пришли Спасибо и вам Огромное вам, большого вам здоровья И все-таки побольше радостных поводов, чтобы мы почаще встречались Дай бог, дай бог, спасибо вам большое Спасибо Спасибо, это был народный артист России Заур Тузов Всего доброго, дорогие друзья Светит незнакомая звезда Снова мы оторваны от дома Снова между нами города Взлетные огни аэродромов Здесь у нас туманы и дожди Здесь у нас холодные рассветы Здесь на неизведанном пути Ждут замысловатые сюжеты Надежда Мой компас Мой компас земной А удача награда за смелость А песни довольно одной Чтоб только о доме в ней пелось Ты поверь, что здесь издалека Многое теряется из виду Тают грозовые облака Кажется нелепыми обиды Надо только выучиться ждать Надо быть спокойным и упрямым Чтоб порой от жизни получать Радости скупы и телеграмы Надежда Мой компас земной А удача Награда за смелость А песни Довольно одной Чтоб только о доме в ней пелось И забыть по-прежнему нельзя Все, что мы когда-то недопели Милые усталые глаза Синие московские метели Снова между нами города Жизнь нас разлучает, как и прежде Надежда В небе незнакомая звезда Светит словно памятник надежде Надежда Надежда Мой компас земной А удача Награда за смелость А песни Довольно одной Чтоб только о доме в ней пелось Надежда Мой компас земной А удача Награда за смелость А песни Довольно одной Чтоб только о доме в ней пелось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok